Эта книга является третьей серией израильных человечества. На этом мы сделали эту серию. Это реверсера Машенки. И это продолжение философии Рава Кука в современной ситуации. В общем, более-менее продолжение вот этой большой толстой книжки. Если какой-то большой толстой книжки нет, то обязательно все ее премистили. Это главное пособие по проведению юридиозных революций, как я уже объяснял. Если вы собрались проводить юридиозную революцию, то нужно совместно обзависеть пособию, чтобы эту революцию проводить. А также из нее выборкой являются вот эти вот английские книжки. Они перебинаются. Я расскажу несколько отдельных кусочков из этих мельцев. Первым кусочком разберем революционное понимание постмодернизма. Итак, естественно, такая штука – постмодернизм в ближайшем мере. В нем состоит постмодернизм. Вы знаете про постмодернизм, правда? В чем оно состоит? Я не знаю. Ваши? Что? Эволюция. Эволюция? Эволюция. Почему? Ну, потому что это пост. Ну, хорошо, окей, да. Теперь, что такое постмодернизм? Обычное представление постмодернизма – это отрицание всякой заранее сконструированной системы ценностей. То есть, классическое представление всегда базилось на том, что есть система ценностей. И есть правильное и неправильное. Объективно правильное и объективно неправильное. Постмодернизм говорит – все это чепуха. Нет ничего объективно правильного и объективно неправильного. Это только в твоем виде. Это твоя частная точка зрения. Теперь, конечно, можно спросить у постмодерниста, но ведь представление о том, что нет ничего правильного и ничего неправильного – это же твоя частная точка зрения. Понятно. Но, как всякая идеология, он не обращает внимание на то, что есть какие-то логические неувязки. Обычно на эту тему есть все замечательные негдоты. А нам вообще на все наплевать. Как на все наплевать? Да вообще на все наплевать. И на это наплевать – да, и на это наплевать. И на это – да, и на это наплевать. А на деньги. Не, на деньги нам не наплевать. Но это же противоречие. А, нам наплевать. То есть, конечно, всякая идеология, она, как и йоги постмодернизма, она имеет свои, на самом деле, заранее декларируемые ценности и заранее декларируемую схему. Но, официально, как бы, главная линия постмодернизма, что не надо никакой схемы, есть только переживания конкретных людей. И вот переживания являются какой-то реальностью. А всякие схемы о том, что это хорошо или это плохо – это все чепуха. Ну, вот, например, к этому очень хорошо подходит фраза «А есть ли это любовь?». То есть, не важно, что это все неправильно, что это все было плохо, а вдруг это, вдруг это настоящее переживание, да? А если это настоящее переживание, то совершенно не важно, что оно укладывается или не укладывается в какие-то схемы, которые заранее предписаны. Понятно? Отлично. Теперь, с постмодернизмом релизм, то есть, постмодернизм высмеивает все религиозные схемы, все заранее как бы запланированные схемы, и декларирует как бы то, что мы называем сегодня моральный релитивизм. То есть, у каждого свой на вкус. Тебе нравится одно, а другому нравится другое. А если тебе это не нравится, ты просто не умеешь его готовить. А это не является формой идолопоконства? Допустим, мы скажем, это является формой идолопоконства. Ну и что дальше? Что мы позитивного получим из объявления кого-то формой идолопоконства? Мы получим понять, что это такое, и наше отношение к этому? Хорошо, давайте еще раз. Наше отношение к этому исходно, допустим, отрицательное, из-за того, что это неправильно, а вообще просто не соответствует теории и западе. Какая разница? Мы назовем это формой идолопоконства. Что мы из этого получим? Для нас это неприемлемо. И что дальше? Для нас это и так неприемлемо и без этого. Почему это должно быть неприемлемо, если это идолопоконство? Потому что Босковский, да? Психонечку, еще раз. Если человек, например, решил своровать, то для нас это неприемлемо. Нужно ли объявить воровство и гролопоконство перед деньгами? Или это неприемлемо, потому что это воровство, и все, нет никакого смысла объявлять это и гролопоконство? Понятно? Это уже не соответствует всему иудаизму. Какая разница, объявишь ты этого и гролопоконства или не объявишься? От этого ты ничего не выиграешь, потому что это не даст тебе никаких инструментов против этого бороться, объяснять, и до кого-то чем-то достучаться. То, что ты объявишься гролопоконством, ты ничего не поможешь делу. Я не согласна, с вами у вас. Не будем идти. А почему это поможет? Например, возьми, я смотри, простой пример. Есть человек посторонний. Вы приходите, ему говорите, это и гролопоконство. Он говорит, ну ты совсем себе делаешься. Вот и все, что мы получим. Мы не получим ни оков взаимопонимания с человеком, для которого это близко. Понимаете, да? А поэтому это только способ настраивать себя, но никакой не способ преодолеть это. Потому что если мы называем это гролопоконством, то мы, по сути дела, отказываемся от анализа данного конкретного явления в его сущности, заменяя это на общий ярлык. Какой же смысл? Понятно. Поэтому вместо этого нужно поанализировать, в чем смысл этой вещи. И самое главное, в чем ее позитивный элемент. Потому что, чтобы любую вещь преодолевать, нужно прежде всего понять, что в ней есть позитивного, и как мы можем это позитивно использовать для самих себя. И вот тогда мы как раз и продвинемся в преодолении этой проблемы. А тем больше мы будем говорить, что это просто плохие люди, тем меньше мы продвинемся. Окей. Итак. Что же позитивного в постмогонизме? Какое правильное ядро из него можно вытащить? Об этом совершенно замечательный отрывок есть. У Раби Нахмана из Братслава, который Афширки использует, и он говорит такую вещь, очень интересную. Он говорит. Значит, ну все вы помните, что в Лурианской Кабале есть, сначала есть Эль-Соф, то есть бесконечный Божественный Свет, потом он делает Цин-Цун, то есть освобождает пустое пространство, и внутри этого пространства строятся миры. Помните все правильно? Это классическая схема Кабалова. Дальше в этих мирах, там есть сосуды Божественного Света, там есть Шверат-Керим, то есть разлом этих сосудов, там есть Тикун, то есть исправление этих сосудов, и так далее. Теперь, Раби Нахман говорит следующее очень интересную вещь, что есть два вида отрицания тары. Один, который исходит из сломанных сосудов, а другой, который исходит из пустое пространство. Тот вид отрицания тары, который исходит из сломанных сосудов, стоит в том, что у человека в целом есть система ценностей, в целом есть понятие, но есть какое-то несогласование. И с ним можно это обсудить, и это несогласование закрыть. Например, у него есть несогласование. Ну, допустим, там простейший пример. Вот тара, ему кажется, что двоих про шесть тысяч лет существования мира, пришла наука и сказала, что это миллиарды лет, и это несогласование. И он говорит, ну раз наука сказала, значит тара не верна. С ним можно это обсудить, что такое, что есть видит варенье, и так далее. То есть можно найти некоторый логический анализ, провести его, и в общем согласовать позиции. Теперь, потому что его отрицание тары происходит из области сломанных сосудов. Куски есть, и куски правильные, но неправильно они соотносятся, поэтому сосуды сломаны. Совершенно другой характер имеет человек, у которого вопросы происходят из области пустого пространства. В области пустого пространства, то есть, я еще раз подчеркнул, что когда есть пустое пространство, а в нем создаются миры, то остается зазор пустого пространства между мирами и лесов. То есть, миры не полностью заполняют пустое пространство, а зазор остается. Или, если хотите другую формулировку, поскольку все, что было на первых стадиях, продолжает существовать, мысленно отвечать с помощью логики. Ни такая логика ничего не прояснит. Понятно? Теперь, однако нельзя сказать, что эти вопросы бессмысленны. Эти вопросы являются логически бессмысленными, но не логически, сущностно, а не очень даже осмысленны. Потому что они хотят нам напомнить, что есть нечто до всех сосудов. Есть нечто до всякой логики. Есть некая несообразность и нарушение логики в самом начале мироздания. Поэтому никакая религиозная система не может быть логичной. Понятно? Это немножко похоже на теоремму диоделя, а не в полноте. Если вы помните, что это такое? Нет. А если вы не помните, что это такое, я вам скажу. Как вы помните из школьного курса диаметры и особенно, математика строится на основе аксиом, диагем и логики. Кажем, арифметику вам преподавали не аксиоматически, а вот диаметры вам преподавали аксиоматически. Зачем вообще преподают диаметры? Ведь это же абсолютно никому не нужная наука. Правда? Никогда в жизни она не применяется. Понятно? Все эти диаметрические теореммы, доказательства не применяются в жизни никогда. Зачем же ее преподают? А в сопроматии? Ни в каком сопроматике не применяются геометрические доказательства. Вся диаметра построена не на том, как измерять треугольники, а на доказательстве. Решить геометрическую задачу означает доказать нечто. Да? Но это в основном вся диаметра. Правильно? Нет, я знаю. Есть приложение инженерное. Есть приложение, которое... Вы используете приложение, это не значит, что вам нужна диаметрия. Доказывать ничего никогда диаметрического в жизни не приходится. Теперь, эта наука абсолютно не нужна, с точки зрения практики. Она, однако, нужна, чтобы научить вас, что такое логическое мышление. И ровно для этого диаметрия в корном курсе существует. Чтобы вы научились делать доказательства. Чтобы вы освоили вот этот метод, аксиом, теорема, доказательства. Поскольку именно на нем исторически возникла математика. Начиная с Евгения. Все это теперь помнят, да? Так вот, теорема Диоделя о неполноте говорит, что в любой аксиоматической системе существуют теоремы, которые невозможно не доказать, не опровергнуть. В данной аксиоматической системе. Тем самым она является неполной. Потому что в ней возможна фрагулировка в данной системе теоремы, которая будет неопровергаемой, не доказуемой. И, следовательно, любой вывод из этой теоремы можно взять в качестве дополнительные аксиомы, не противоречивающие всем остальным аксиомам. Потому что он из них не следует. И поэтому оно независимо от аксиом. И пособие не следует и то и другое утверждение, то есть и это и море противоположно, но взять, конечно, дополнительные аксиомы, и так до бесконечности. Потому что никакая аксиоматическая система не является полностью. Эта теорема идет для неполнотетной. То есть, грубо говоря, вскоре нам представляли геометрию так, что вот вся геометрическая наука делается определенным числом, а все остальное из них выводится в качестве теорем. Так вот, это неправильно. На самом деле, никакая аксиоматическая система не может быть полностью. Понятно? Теперь, возвращаясь к теологии, никакое представление о Боге не может быть правильным. Потому что оно не может соответствовать божественности. И, чтобы напомнить нам о том, что никакие сосуды не вмещают божественного света, нужны вопросы, приходящие из пустого пространства, где сосудов никаких нет. Потому что, когда есть только вопросы, происходящие из области сломанных сосудов, то возникает ошибочное представление, что все сосуды можно починить. Они сломанные. Окей, мы их починим, мы их склеим правильно. Нам заданный разумный вопрос, мы надеем на него разумный ответ. И возникает такое ошибочное, обманчивое впечатление, что таким образом можно все обосновать. Надо только хорошенько подумать и все логически рассмотреть. Тут ничего подобного. Логическое ниакое рассмотрение никогда не будет полным. И об этом нам напоминают вопросы, приходящие из пустого пространства. И этим они важны. Понятно? Это теологическая форма теоремы Диоделя-Анеполноте. А можете дать пример? Вот это вот, это вопрос из пустого пространства? Вопрос из пустого пространства? Это вопросы типа того, но вообще послушаем, ты вообще уверен, что твоя родника правильна? Это же смешно. Но вот ты уверен, что твои представления о Боге действительно соответствуют Богу, но не смешно меня. Что такое даоско-буддистка? Ну почему обязательно даоско-буддистка? Нет, не обязательно. Оно вовсе не сводится к даосизму, тем более, что даосизм к буддизму, потому что разные вещи, но критические осмысления юмон не сводятся к даосизму и буддизму. Это, в общем-то, высмеивание любой теологической концепции. Но где же ценность тогда этого? О, вот сейчас мы теперь займёмся этим. Понятно, да? Идея понятна. Теперь. Ценность её в том, что она помогает нам понять неполноту нашей теологической концепции. Как и в любой такой ситуации, является правильной ценностью некоторый кусочек из этого внести в себе. А вовсе не взять напрямую. Это касается любой искры. Когда любая есть противостоящая идеология, то всегда искать из неё не является самой идеологией. Например, неэридиозный сионит в 20-й век это всегда противостоял иудоизму. И говорил, что иудоизм хочет основать еврейский народ на иридиозном основании, например, со модификацией еврейского народа. А нужно отбросить иридию, сделать национальное основание. И поэтому национальное основание нужно сменить иридиозное. Такая идеология вовсе не вмещается на иудоизм. Но когда мы из неё вытаскиваем искру, то есть, что страна из реально жизненно важна для развития еврейского народа, в том числе с иридиозной точки зрения, то такая искра прекрасно интегрируется в иудоизм. И именно эта искра является сутью этой идеологии, а вовсе не скрылупа, которая на нём налитла. Здесь то же самое. Здесь есть важнейшая искра. Искра состоит в том, что абсолютно необходимо посмеиваться своими религиозными представлениями. И я бы даже такую максимум сформулировал, что если ты не смеёшься над своими представлениями о Боге, то Бог смеётся над тобой. Это нельзя слишком серьёзно относиться к своим представлениям. Это верно, что их нужно придерживаться. Это верно, что мы считаем многие вещи обязательными, важными, многие вещи важными, и имеем некую систему ценностей. Но всегда нужно понимать, что она не абсолютно. Мы не совершенно правильны. И в общем, некоторая насмешка над самим собой, или что то же самое, самоирония внутри религии, является абсолютно необходимой. если религия слишком серьёзная, она быстро превращается в религиозное занудство. Поэтому, как избежать религиозного занудства, иронизировать над самим собой? Об этом есть замечательное объяснение, с другой стороны. Чем отличаются еврейские анекдоты от антисемитских анекдотов? Только одним. Евреи рассказывают еврейские антисемиты, и антисемитские анекдоты. Текст у них может быть абсолютно идентичный, но в устах евреев это еврейские анекдоты, у нас антисемитские анекдоты. В этой культуре есть смеховая культура? Конечно, конечно. И во всей еврейской культуре, в аутаизме, разумеется, например, праздник Курин, специально этому посвящён. Есть обязательно насмешка над самим собой. Чем отличается смех над собой от смеха над другим? Почему смех над собой это хорошо, а смех над другим это плохо? Ну, что, а ты сам представляешь такой же, давай-нибудь. Кроме того, могут это не ему рассказывать, а сам себе рассказывать, о своей компании, и ты никого не унижаешь. В чём смысл вообще всего этого? Дело в том, чем они, чем кардинально отличаются еврестия от антисемитского анекдота, даже есть у них совершенно одинаково сидеть, то есть тех просто идентичный. Дело в том, что во всяком смехе есть контекст. Контекст. В гробе текста есть контекст. И всякая фраза не может быть понята в отрыве контекста. поэтому, если ты смеёшься над собой, то ты прекрасно знаешь, что ты хороший и положительный. А некоторый смех над собой помогает тебе себя уравновесить, а вовсе не делает тебя плохим и отрицательным. Потому что контекст этого смеха это общее ощущение себя положительности, себя правильности. и смех уравновешивает слишком представление, что ты слишком хороший, слишком правильный. И это вредно. Это смеёшься над другим. То у тебя нет представления, что другой фундаментально хороший и правильный. И ты нет этого контекста. Поэтому смех над другим представляет этого другого плохим отрицательным. Поэтому одна и та же фраза, когда она в контексте в одном, это совершенно не та же фраза в контексте в другом. Хотя фраза абсолютно тождественна. Понятно? Да, это довольно очевидно. И в этом плане некоторое добавление самоиронии над собственными религиозными представлениями никак не уничтожает эти представления. Оно их не отрицает. То есть, грубо говоря, смех религиозных над самими собой это совсем не то же самое, что смех атеистов над религиозными. То, что атеисты, смеясь над религиозными, берут разные вещи, из этого возникает идея, что религиозные плохие и нехорошие. А у религиозных смех над собой ровно та же самая фраза. Возникает идея, что религия не тотально правильно нами понимается есть место для внутреннего смеха. Поэтому внутренний смех совершенно необходим, а смех над другими очень вреден. Но тут получается ловушка, потому что человек религиозный строит свою религиозность согласно традиции. То есть это получается его самоирония, это в какой-то свете нейрония традиции. Конечно. Это может опасная вещь. А если это не делать, то будет хуже. Тогда Бог будет смеяться к тобой. Возвижение к ицхак. Да, да, к ицхак, да, к ицхак. Почему смех ицхака это смех правильный, а смех Ишмаэля это смех неправильный. Потому что ицхак или сара смеются над собой, а ицхак смеется над другими. Над ицхаком, например, да. В этом кардинальная фраза. Смех сары или смех Абрааму и смех ицхака это смех над своими собственными представлениями о Боге, которые оказались неточными или неверными где-то. А смех ицхак это смех над другим, которым он хочет уничтожить с помощью смеха. Ведь смех это понятно. Вот это и есть кардинальная разница. Здесь, кстати, понимание, что смех позитивен, когда он над своими вещами и негативен, когда он над чужими вещами, помогает понять, например, отрицательное отношение к этому французскому ежедневнику, который там на мухаммеде рисовал, помните, да? Шарли Хитбок, как он называется, который рисует все время карикатуры над других. И поэтому там мусульмане возмущаются. Опять-таки, конечно, понятно, что все мы очень отрицаем террористов, мусульман, которые передели и самых редакторов и ежедневников, но сам ежедневник совершенно мерзительный. Да. Но, но, в чем его ужасность? Он заявляет, что он смеется надо всем, правда? То есть, что он смеется и над исламом, и над иудаизмом, и над израилем, и христианством, что у него нет запретных тем, что он, как он написал, что понятие костюнства для него неведомо, и всякую такую либертуру. При том, что он никогда не смеется над самим собой. То есть, над своими собственными редакторами, например, подъяснить каликатуру, которая будет высмеивать собственных убитых редакторов, он не будет. Хотя его можно тоже так же нарисовать. Он говорит, нет никаких понятий костюнства, мы смеемся над всеми, ничего подобного. То, что они смеются над христианством, христианство для них чужое. А вот над самим собой, самими своими, карикатурами, они не смеются. И поэтому есть по этих качествам. Конечно, есть. Это простейший вопрос. Поместили они карикатуры на убитых собственных редакторов. Кэшни поместили. Извините, а это чем же отличается от другой ситуации? Вот сейчас я там не занимаюсь анализом, кто хороший, плохой. Например, сегодня был взорвался трассистский самолет. Они поместили карикатуру. Карикатура выглядит так. летят обломки самолета, а Россия сообщает по связи, что мы продолжаем бомбодиовки серии. В смысле, обломки это бомбодиовки серии. Видите, то есть, они смеятся над тем, что кто-то погиб, для них нормально. Но если вас смеяться нормально для тех, кто погиб в самолете, то почему вы не смеетесь над собственными электорами, которые погибли? Нет, это просто показало, что они смеются надо всем. А раз они не смеются над собой, то они никогда не смеются над своим, они смеются над чужим. То есть, они никогда не высмеивают леволиберальный подход, они не высмеивают свой собственный подход, они смеются над людьми, а поэтому это омерзительно. На правом журнале это карикатура на левых. Это другой вопрос. Правый журнал с карикатурами на левых не переходит некие грани. это то, что позволяет слов кощунство. Кочунство это, например, смеяться над чьей-то смертью. Ну, карикатура на Магомеде, с которой все началось. Да, там сглом бы. Да, 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 я бы, я бы лично считал бы, что вполне нормально перестать рисовать карикатуры на основателя религии. Потому что я считаю, что эта тема неправильна, потому что она воспринимается другими ровно так, как ты будешь садить карикатуру на смерть его родителей. Потому что это и есть понятие кощунства. когда мы смеиваем политические взгляды, это нормально для всех. Когда мы смеиваем какую-то организацию, это нормально для всех. Когда вы смеиваешь основателей религии, воспринимается во всем мире как кощунство. Да, понятие кощунства есть, его, конечно, его может тоже раздуть до нелероятных размеров и здесь все что угодно сделать, но действительно есть. Например, есть понятие смерти. здесь есть некая грань. Поэтому да, действительно люди в некоторых взглядах. Для них эти вещи равнацельны. Поэтому я лично выступал за запрет юридиозных коррикатур на основателей религии. А потом это отдельный вопрос. Это не важно. Секунду, секунду, секунду. Мы не обсуждаем какие именно коррикатуры. Существует ли понятие кощунство? Ответ да, существует. Какой должен быть реакция общества? Это другой вопрос. Это следующий вопрос. Всюду у нас есть вопрос цензуры. И во всем мире вопрос цензуры есть. Потому что на самом деле что такое цензура? Это некое высказывание, которое объявляется недопустимым. Но например ложное высказывание объявляется недопустимым? Да, оно недопустимо, за него можно судить. А почему ложное высказывание недопустимо? А вдруг я хочу такое сказать? А ты скажи правильное высказывание, а я скажу ложное. Я тебя обвиню в чем в чем ее нету. А ты скажи в другом месте, что это неправильно. Скажешь нет, я так не согласен. Я тебя подаю в суд, ты меня окривитал. То есть цензура против политических заявлений. Это тоже цензура. Все в этом вопросе. легко сделать крены в одну сторону и в другую сторону. Но само по себе в базе своей. Например, высмеивание политических противников является нектою нормой. А например, высмеивание религиозных основателей я бы считал не нормой. Хотя например, высмеивание религиозных деятелей является вполне нормальным. То есть действительно есть некоторые мирахи, которые мы считаем нормальным и ненормальным. Но просто базовый принцип, что исходно смех над самим собой является вещью позитивной. Смех над другим является способом войны. И как всякий способ войны она подлежит некому ограничению. Мы все неорвали юмористической литературы. Она же не направлена на себя. Измелье бы у юмористов они смеются над окружающим миром. О, это зависит от того, что если этот окружающий мир это наш окружающий мир, то это обычно имеет позитивный эффект. А если это чужой окружающий мир, то это не имеет никакого позитивного эффекта. Знаешь, в том-то и силы великих юмористов, что они смеялись над явлениями из собственной жизни, из собственного общества, из собственного социума, желая исправить вещи из этого социума, они смеялись над чужим социумом. Ну, хорошо, вы вели войны карикатуры надеются. Да, карикатуры это часть войны. Совершенно верно. Это как стрелять, как и карикатуры рисовать на противника. Это верно. То есть, карикатура наде великих это часть войны. И будучи частью войны, она подлежит некому регламенту. Например, хотя мы находимся в рамках войны, допустим, там, со славным к примеру, как я сказал, и христианством, но мы же не начинаем открывать огонь на улице. Потому что есть некоторые правила ведения войны. Хотя на поле боя мы все спокойно стреляем. Есть некоторые ограничения, как вести войну. И, например, даже если быть простейший пример, допустим, солдат армии противника. Мы почему-то не будем в него стрелять в ситуации, допустим, встречи или обсуждения или даже каких-то общения в другом месте. Тогда это неофициализовано. А на поле боя мы будем в него стрелять. Почему? Одно запускается, а другое нет. Хотя мы в целом ведем войну уже сто лет. Это уже такие правила войны. То есть война тоже имеет свои правила. В этом смысле смех над противником является частью войны. Давайте определим, где мы ведем войну, а где не ведем. Какие правила да, а какие нет. В этом смысле я хочу изничтожить фирму конкурент. Я пишу о ней ложные данные. Это тоже можно сказать я конкурент, я пишу о нем ложные данные. А почему не имею? У меня свобода слова. Тем минимум, свобода слова не распространяется на ложную информацию. А почему? Это же сенсура. По сути своей. Поэтому в этом смысле вопрос как правильно ограничить? Где поставить ограничение? Это очень важный вопрос. Но за сами по себя ограничения существуют? Безусловно, да. Вы согласитесь, разные части общества или религии по-разному к этому относятся? Только ислам так ведет. А если карикатура на христианство, то никто не будет стрелять. Секундочку. Но дело вот в чем. Я вам скажу еще раз. Я вот привел вам следующий пример. То есть я поверил, что при этом это случится. Говорят, а вот евреи нормально воспримут карикатуру на еврейскую тему. Вы ошибаетесь, карикатура на тему холокоста не будет нормально воспримета. То есть какие-то они кто-то могут быть, но вообще-то если вдруг кто-то найдет систематически высмеиванный еврейское понимание холокоста, мы скажем, что это недопустимо. А почему это недопустимо? Чем холокост более, так сказать, свят, чем мухаммад, грубо говоря, теоретически? Ничем. Поэтому есть всякого социума из некой красной линии, которая не позволяет высмеивать. Разный восьмец. Да. Так мы сюда пришли. Мы хотим этому, что смех позитивит, когда он смех над собой и негативен канал смех над другими. Размех над другими это часть войны. Как всякая часть войны, он должен быть ограничен. Ну, можно сняться над поклонниками? Это часть войны. Окей. Значит... Это часть войны, потому что мы ведем войну, поэтому сняться над поклонниками или похвально в качестве части войны. Но война над поклонниками личная? Ну, хорошо, или окей, секундочку. Но это же мы нет и осматриваем. Мы осматриваем ситуацию смеха вообще является допустимым в какой ситуации. Если наша война против молекка... Ну, как, молекком, а не самолекком, а потом... Да, такой. Мы сейчас журнал французский, а вовсе не еврейский смех. То есть, интегральный вывод из этого. Смех внутри, значит, единственный способ избежать религиозного занудства, это самоирония внутри религии. Это самоирония внутри религии это вещь абсолютно необходимая. Иначе Бог будет смеяться над вами. И это превратится в то, что другие вокруг ваша религия будет им смешна, потому что вы слишком серьезно к ней относитесь. Есть реальность между серьезно и слишком серьезно. религиозного замечательный анекдот, в чем там разница между государем и милостивым государем. Какие там еще религии. Что? Государь и религии. Ну да. Или я не помню какие примеры. Но это то же самое, что между серьезно относиться к религии и слишком серьезно относиться к религии есть огромная разница. это делает нельзя. теперь еще про постмодернизм. Значит я здесь такую схему составил. Значит постмодернизм объявляет, что он отрицает традицию. Правильно? Теперь сколько но мне кажется, что у нас в западном мире есть две традиции. И вот неосознание, что их две нас сбивает. А именно одна традиция это традиция религиозная, можно ее назвать иудео-христианской традицией, которая сформировалась в эпоху распада античности и является такой магистральной традицией Запада. Вторая традиция это гуманистически прогрессивистская традиция, которая сформировалась во время разрушения средневековья, то есть возрождение средневековья и тоже является традицией Запада. Теперь, те, кто сторонники первой традиции против второй, это примерно религия против атеизма или религия против науки и в общем более-менее ведет к архаизации, то есть неумение интегрироваться в гуманистский мир и к архаике, к архаизации общества. Понятно? Теперь, второй подход, когда берется только вторая атеизма, но против первой, это воинствующий атеизм, который говорит, что у нас сейчас прогресс, все смететет, и мы, наука, скоро опроверение эту религию и уничтожим. Это такой таивный воинствующий атеизм. Понятно? Теперь, тот, кто отрицает обе традиции, это постмодернизм. Отметьте, что постмодернизм, он против модернизма, потому что модернизм-то был прородением второй как раз, да? 19 века. Теперь, постмодернизм, он смеется над идеей прогресса не менее, чем он смеется над идеей и великий. А тот, кто интегрирует обе традиции, вот это ардоксальная модернизация. Какая? Ардоксальная модернизация, про которую я рассказывал уже в десятый год. Ардоксальная модернизация книжка Раубук. Понятно. Вот, если мы смотрим на эти обе традиции, то у нас возникает вот такой концепция четырех возможных реакций, а не двух. Правильно? Так вот. И написано в этой толстой книжке, и у кого ее нет, обязательно прочесть, книжке. Раубук сто лет назад написал программу развития иудаизма на ближайшие столетия. Знаете, да? В чем состоит программа развития иудаизма? Значит, я это все подробно описано, есть программа макро и есть программа микро. Программа макро это намного столетий, программа микро это намного десятилетий. Теперь, программа макро состоит в том, что основная проблема религии это разделение светской и духовной части жизни. Человеку кажется, и так устроено все христианство в частности и на самом деле ислам тоже, что есть светская жизнь, а есть жизнь духовная, религиозная. И эти вещи друг другу противостоят. И религия занимается душой, а материи не занимается. В западном обществе это просто основа мышления. Религия занимается душой. Пожалуйста, для души можешь брать религию. Но жизнь светского мира никак с религией не связана, никак к религии не относится и религиозной ценностью не является. Это понятно. Потому что целью является спасение души. Для спасения души нужно быть хорошим правильным человеком, вести себя правильно, любить Всевышнего, любить ближних, делать людям добро и поступать по западу. Для этого для спасения души. А развитие мира, развитие экономики, науки, социальных вещей, государства, никак никакого отношения к этому не имеет. Это стандартная позиция христианства. В результате этого светский мир остался без духовного наполнения. И поскольку эта позиция ошибочна, потому что на самом деле в светском есть не меньше божественного, чем в духовном, и в науке точно так же есть божественный свет, как и в изучении Тары, скажем так, то есть он разного формы, разного вида, и в изучении Таро он прямой, а в изучении науки он не прямой, но тем не менее он там точно присутствует. И поэтому люди, которые чувствуют божественность в науке, или в развитии государства, или в развитии социума, или в установлении каких-то социальных отношений, или тем более в национальной независимости, о всем таком совершенно уходили от религии. И поскольку мир светский очень привлекателен, тот способ к тому, что люди от религии в массовом порядке удаляются. Теперь, решение этой проблемы состоит в том, что религия должна перестрелываться полностью, и сказать, что к области религии относятся все, религиозной ценностью является и наука, и искусство, и развитие технологии, развитие социума, государства, и все это является частью религиозного процесса общения с Богом, потому что это все так же божественно, как и духовно. Это я все рассказывал много раз. Правильно? Все в этом помните? Правильно? Отлично. Теперь. И это глобальное изменение религии, которое происходит параллельно с возрождением общенационального диалога с Богом, а не только индивидуального, с возрождением чувства продолжающегося откровения, а не только закончившегося откровения, и с продолжением осознания всего светского как божественного. Понятно? Теперь. В этом плане это как бы это как это назвать? Это макроразмер эволюции религии и модернизации религии. Теперь есть микроэволюция. Микроэволюция это десятки лет. И в этой микроэволюции схема была такая, что есть в еврейском участии, я написал сто лет назад, в еврейском участии есть три основных идеологических группы. Одна группа это ортодокс, для которой главный король заповеди, вторая группа это национальная группа, для которой главное это построение государства, заселение страны, его обороны, экономики и все такое. И третья группа это универсалисты, для которых главные универсальные ценности. Это три основные идеологические группы. И развитие иудаизма состоит не в том, что будет продление ортодоксальной группы, а в том, что будет интеграция ценностей всех других групп. Что что будет? интеграция ценностей всех трех групп. Это и есть направление развития иудаизма. Это как бы всем известно, правда, я рассказывал. Правильно? Прошло сто лет, за эти сто лет у нас произошла интеграция ортодоксальных ценностей и национальных ценностей и возник, сформировался религиозный сионизм как самое большое религиозное течение современности. То есть сегодня бутыр ортодоксального мира религиозный сионист является самой большой группой. Это понятно. Но интеграция с универсальными ценностями не произошло. Теперь это означает, что интеграция с универсальными ценностями является программой нашей работы на следующую пятидесятилетку. Это я уже тоже рассказывал. На следующую пятидесятилетку. А, пятидесятилетку? Да. На следующие несколько пятидесятилеток. Так лучше? А вы решили сранить секундочку. А что такие проблемы? Есть еще раз. Является в сторону на два слова. Является ли пятидесятилетка проблемой? Ответ нет. Палестинцы никакой проблемой не являются. Проблемы не являются евреи. Прекрасно. Почему же может не решать? Ваша проблема не решается. Если она будет решать в течение пятидесяти, 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 то время не хватит решить эту проблему. Посмотрите, в чем состоит проблема? Проблема состоит в перевоспитании евреев. Проблема не состоит в победе над арабами. Война с арабами это способ перевоспитания евреев. У нас евреи что, вы перевоспитались? Значит, будет еще больше войны? Ну, будет еще больше войны. Ну, что? Тогда они будут перевоспитываться. Ну, хорошо, но, опять-таки, если мы не хотим войны, то нужно перевоспитываться быстрее. Прекрасно. Какой способ не воспитываться быстрее? А тебе может быть на этот способ? Бог сказал. Кроме войны никаких способов. Еще раз. То есть, Бог сказал. Бог сказал в Торе, что вы не следуете моим заповедям, и я вас накажу не народом. Секундочку. Это, это, цитата. Какое происходит? Нет, нет. Что такое не следовать заповедям? Сатмостей, хасиды, следуют заповедям? Кто? Сатмостей, хасиды, следует заповедям? и строить государство и продвигаться, это совсем не очевидно, что это идентичные вещи. Потому что надо исправлять представление о заповедях, точно так вот исправляется все остальное. Поэтому сказать, что если вы исследуете заповедение, все будет хорошо, это неправильно. Сайдное представление о заповедях должно модернизироваться. Окей, теперь возвращаемся мы к интеграции ценностей. Я уже говорил такую фразу, что в процессе интеграции ценностей происходит расслоение социума. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз объясню. Есть у нас социум. Социум имеет некоторую систему ценностей. Это обязательно, правда? Без этой общей системы ценностей социум не существует. Правильно? Социум объединен этой системой ценностей. На ее основе он строит все остальные вещи. Теперь, есть другая система ценностей, иная, которая начинает интегрировать, восприниматься этим социумом. В процессе этого восприятия ценностей, часть социума воспринимает, а часть не воспринимает. Вот эти социумы разделяются на два. В процессе интеграции ценностей происходит расслоение социума. Интеграция происходит расслоение? Ну, разумеется. Ценности интегрируются, половина их берет, а половина не берет. Ну, это они, социумы, расслабляются. Главное, чтобы, например, в процессе интеграции национальных ценностей, аэкодоксальный мир разделился на хамедин и вязаных в Израиле, да? И это разделение прошло через все уровни социума. То есть у них разные населенные пункты, разные школы, разные ешивы, понятно, разные школы, разные социальные институции, и даже разная одежда. То есть даже Д.С. Кот у них стал разным. Главное, это религиозные сионисты? Да, религиозные сионисты и холидин. То есть разделение прошло полностью через весь социум. При том, что вначале это не было разделением через социум. Если вы возьмете, например, какие мы были, ну, к примеру, мизрахи в начале XX века, то есть религиозные сионисты в начале XX века, они ничем не отличались от остального холидинного общества. Ну, там, адоксального. То есть они были одним социумом, в котором появились идеи. В процессе интеграции идей социумысл разделился. Понятно, да? Или, например, там, Рав Кук в свое время ездил на конференцию, на воровод конференции Агудат-Исраэля, вовсе не конференция мизрахи. То есть уходил на конференцию Агудат-Исраэля и им объяснить, что было идеологическое противостояние, но не социальное. Понятно? Идеологическое противостояние, но не социальное. Для Агудат-Исраэля, то есть сегодня мы это называем, как холидинная организация. Теперь, это все понятно, правда? Из этого следует, что в процессе интеграции универсальных идей религиозный сионизм разойдется на два направления. Понимаете, да? Все равно такие религиозные сионисты. Это те, кто воспринял национальные идеи вместе с традиционными айдоксальными идеями и стал бодонистской ортодоксией, в которых есть национальные идеи и айдоксальные идеи, они интегрировались. И это другой социум. Понятно? Сейчас начинается процесс, активно идущий, интеграции универсалистских ценностей в религиозно-сионистском или магио-натодокс мире. Понимаете, все не совсем так, но это взялись скорее. Но интеграция этих универсалистских ценностей приводит к расслонению социума на два направления внутри религиозного сионизма. Понимаете, да? А что такое универсальные ценности? Что такое универсальные ценности? Например, наука. Религиозное значение науки – это универсальные ценности. А разве не все принимают ее? Нет. Совершенно не все. Конечно. Потому что еще раз науке – это еще более, допустим, прошло некоторые этапы. Но все-таки не все. То есть это прошло этап идеологически, но далеко не прошло этап организационный, скажем так. Ну, нет воспалительных… Хорошо, это простой пример. У нас нет большого числа религиозных евреев, которые идут в науке. Оно все больше, но небольшого числа еще нет. По сравнению с тем, сколько религиозных евреев идут армию, поселенческое движение и во все другое такое, что уже перевалено. Или, например, экология. Экология – совершенно универсальная ценность. Разумеется, является… С религией просто никакой нет проблемы и экологию обосновать на религии. Сад нужно обрабатывать и охранять, и тысячи есть заповедей в таре, которые говорят по экологии. Но почему-то у нас до сих пор экологические движения в Израиле возглавляются антирелигиозными и не возглавляются религиозными. У религиозных не дошли руки создать их логическое движение. У нас, ну, дело, не дошли руки, а другое, не логическое предустояние, как бы у Халидин, когда они раскололись на… То же самое. К тому, в частности, я сейчас я предупрямую более сильного. Но из-за того, что у нас не доходят руки создать, не доходят руки. Которые будут, там, ну, более-менее фанатиками этого именно направления, которые силы отположат в это, и которые создадут религиозное направление в экологии и тархейсии религиозное направление в поселенческом движении. В принципе, к этому нет никаких противоречий. Но на это нет понимания, что это важно. Хорошо. Третья вещь, например, которая, да, противостоятельного искусства, является ли искусством универсальной ценностью. Очевидно, что да. Теперь, как искусство интегрируется с религией? То есть, чтобы искусство было религиозной ценностью. Интеграция очевидна. Потому что Бог сотворил небо и землю, в этом смысле творчество, творение, творчество яхт является первейшим вообще способом приближения к Богу. Искусство нацеливает все общество на креативность, на то, что нужно стараться быть творческим. И именно эту ценность искусство пропагандирует. Где сказать, что он может быть творческим по-разному? Он может быть творческим хорошо или плохо? Я согласен, тогда можно в науке создать атомную бомбу и сделать плохо. Не то, что можно сделать плохо, это все как нож. Он может быть острым, тогда ему можно порезаться. Или он может быть тупым, тогда ему ничего нельзя нарезать. Если мы хотим иметь острое нож, тогда мы миримся с тем, что есть опасность порезаться. То же самое с искусством. Например, религиозное искусство – это совершенно нормальная, необходимая часть. Но нет у нас еще таких массовых направлений религиозного искусства, хотя могли бы быть. Понятно, религиозные делают фильмы, но очень, очень примитивные пока, что там нет такого серьезных фильмов, ну, черепки бывают, да? Религиозные создают музыку, в общем, не очень серьезную. Да, 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 я говорю, в ревейском мире. Понимаете, в этом смысле, в этом смысле, крыль и бах – это хорошо, но от крыль и баха до баха большое расстояние. Это просто говорите о рамках. Ну хорошо, какая разница? Какая разница? Пишут же музыку, есть музыка кардинально новая, и музыка кардинально новая, но не занимаются этими религиозными, хотя в общем-то, или там живопись, или мало ли всего, я знаю до десяток религиозных художников. На самом деле, это должно стать таким же пониманием религиозной ценности, как и все остальное, учитывая все дефекты. Понятно. Например, права человека. Права человека сегодня играют тотально против нас. Правильно? Почему права человека играют тотально против нас? Потому что мы не занимаемся борьбой за права человека. А нужно развить борьбу за права человека, который будет по-другому, устафей, посмотрите. Который будет почетивать другие стороны. И вот это совершенно необходимо, чтобы правозащитниками были наши, а не остальные противника. Ну а как они могут поддерживать, я не знаю. Право на определение пола. Ну секундочку. Правозащитники не обязаны поддерживать всякое право человека. Нет, еще раз. Именно из-за того, что мы этим не занимаемся, правозащитное движение уходит в эту сторону. Есть полно всего другого, чем можно заниматься. Например, защита индивидуума от государственной системы. Понятно. Что является гораздо более широким возможностью. И мало ли всего другого. То есть, заниматься ПФ защитной деятельностью, это не значит, заниматься всяким ее аспектом, который ты считаешь неправильным. То есть, это постоянное еврейского государства не означает согласиться с нелигиозным сионизм с тем аспектом, который был неправильным. И то есть, надо было сказать, нелигиозный сионизм неправильный, который хочет заменить и религиозное понимание на национальное. Как же можно в этом участвовать? Чтобы в этом участвовать, нужно вытащить правильную искру. Поэтому в правах человека это и реально, и элементарно выставить, вытащить правильную искру прав человека, чтобы бороться за те аспекты прав тех, за которые левые не борются. Потому что реально левые борются за свободу человека от традиции. А нужно бороться за права человека, за свободу человека от, например, социализма и госаппарата. Вот вам, пожалуйста, это и реальное совершенно переосмысление. Ну или миллионы всего другого. Дальше, это понятно. Но, если левые борются за свободу человека от традиции, то можно бороться за свободу человека от разрушения традиции. Как левые. Ну да. Так далее. Но, в этом смысле, просто мы этим не занимаемся, и получается плохо. То же самое, демократия. Без демократии никуда не деться. Но, поскольку мы не занимаемся демократией, то демократией занимаются левые. В результате этого все понятия о демократии определяются левыми. В результате этого мы проигрываем любую войну на платформе демократии. А должны были бы мы заниматься демократией и так далее. И тогда бы понятия демократии были другими. Тогда вы могли бы сказать, что демократия абсолютно необходима. И в этой демократии необходимы вот такие-то и такие-то принципы, а совсем не те, о которых вы говорите. Понятно? Начиная с простейшего принципа, что распределять бюджет имеют только право только тех, кто его наполняет. Что голосовать за бюджет могут только налогоплательщики. Понятно? Что является абсолютно демократическим. Но мы это никогда не оформляем как демократию. Понятно? Потому что нету профессоров демократии, которые были бы придерживались там религиозных ценностей. И так далее. Например, да? И миллион, миллион всего другого. То есть интеграция универсальных ценностей совершенно необходима, чтобы мы могли правильно повести за собой вот эти все процессы в обществе. Так же, как мы повели за собой национальные процессы в Израиле. В еврейском обществе, прежде всего. Да? Не в миовом, а в еврейском. Но даже это мы совершенно не сделали. Чтобы интегрировать универсальные ценности, нужно их изучать. Нужно их поставить в программу. Нужно их обсуждать. Нужно за них выступать. Именно поэтому американские евреи теперь в принципе против Израиля? Нет, 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 нет. Это совершенно неверно. Потому что это одни верные. Секунду, секунду, секунду. Я чуть не могу понять еще раз. Мы сейчас обсуждаем вопрос, как нам правильно, религиозным людям интегрировать универсальные ценностей. Я, собственно, это все к тому говорю. Не к тому, что вы можете сейчас поменять. Всю политику. А к тому, что если вы не займете внутри религии универсалистскую позицию, то это будет ведет к проигрышу. Вот что я, собственно, хотел сказать. Важно то, что в Израиле конфликт очень сильно нарастает внутри религиозного сионизма между двумя направлениями в религиозном сионизме. Одно направлено на интеграцию универсалистских ценностей, другое направлено против интеграции универсалистских ценностей. Какие-то конкретные ценностей? Конечно. Какие? Конечно. Касается и науки, и искусства, но в целом поведения религии. Например, рассмотрим конкретные примеры. Самый яркий пример – это проигрыш раба Давида Става выбором главного ромината. Вот вам конкретный, совершенно четкий, ясный пример. Итак, у нас происходили в прошлом году выборы в главный роминат. Теперь, голосуют коллеги выборщиков. Коллеги выборщиков создаются из двух вещей. Из религиозного истеблишмента, кусочек, и из политического представительства. То есть, глубоко говоря, Кнессы назначают все парицы для своих представителей. И вот, получается, у меня коллеги, там, допустим, пару сотен человек, примерно, я не знаю, что точно. И там голоса распределились так. Был кандидат от Харидин. Теперь, был кандидат от ревенциализма – это направление два. Одно называется Хардаль, то есть, харидинные, религиозные истеалисты, харидин от ревенциализма, харидин от ревенциализма. Так, второе – моделист. Так вот, был представитель моделистов, раб Давид Става. Был представитель Харидин Давиглау, сын бывшего главного ромина. И был представитель Хардалья, Йосиф Шапира, который сын Абрама Шапира, тоже бывшего главного ромина. То есть, религиозные сионисты пошли двумя группами на выборы главного ромина. Теперь, что стоял на повестке дня? Поскольку это выборы в Равинах, то главные вопросы – это облегчение геюра. Например, да? Это, например, есть простейший способ полностью уничтожить понятие Агунота. Агунота – это жена, которая муж не дал развод. Она находится в очень плохом положении. Юридическом и все прочее. Он может ее шантажировать тем, что отдаст ей развод, и она отдаст ему все имущество, например. И многие ломаются и отдают все имущество, потому что без полочередника они ничего не могут, и суд не может развести. Понятно? Да? То есть, еврейское право, оно сегодня дает возможность вот такого совершенно злоиспользования. Я не права человеку, это злоиспользование, да? Теперь, злоупотребление, злоупотребление, опекрашивание, злоупотребление. Теперь, раньше считалось, что для такого мужа можно бить палками, пока зло не даст. Но сегодня в нашем гуманном обществе это делать не будет, разумеется. Вы имеете сейчас суды, которые били толками. Да? Ну хорошо, да. Ну и так далее. Теперь, это не метод. А метод очень простой, теперь видите. Метод очень простой. При заключении брака муж заранее подписывает документы, что в случае, если суд присутит и развод, то он его дал. И он его заранее дает. Ну и здорово. Теперь. Но религиозные стерпы, что-то, какие-то против этого установления. Потому что это не религиозно. Это не важно, какой суд. На гражданский суд. Нет. Это не важно, какой суд. Даже если суд будет религиозным. Потому что это облегчает выход из брака. Совершенно верно. Потому что брак тогда отменяется ретроактивно, обратно с самого основания. Поэтому, если, например, у жены заведется любовник, и она заходит выйти замуж за любовника, то постфактум отменяется не с момента развода, а с самого начала брака. И тогда получается, что все было нормально и хорошо. И они говорят, что это вообще разрушит институт брака. В общем, да. Секундочку. В общем, да. Только если он стоит на страхе. Понимаете? В том-то и дело, что если все стоит на страхе, то должны быть методы адекватной страху. Тогда побиение палками мужа является адекватным методом получения развода. Но в современном обществе ничего на страхе невозможно основать. Или люди хотят добровольно вести себя хорошо, или люди не хотят вести себя хорошо. И когда ни о костях не поможет. Понятно. Да поскольку религиозный гласический авторитет находится в рамках своего мира, очень плохо понимая, что происходит в жизни, что они мало общаются с этим миром, то поэтому у них свои представления. А какой кардер занимает позицию отмечительного государства? Он ему против этого всего. Против чего? Против условий предъятия и все прочее. А то есть они заняты на лицо хорошее? Да, а в том-то и дело, что там есть вопрос национальный, есть вопрос универсальный. То есть вопрос национальный, они за государство Израиль, за молитву государству, они вообще не осматриваются. Это как бы очевидно. Но вся дальше модернизация, она идет по другим направлениям. Я не могу восхожить на храм в угол, который тоже они все просят. Но это отдельный вопрос. Например, если, например, дьюр совершается без того, что человек все соблюдает, который прошел дьюр. То хоридивная политика будет, зачем нам такой ген, лучше, чтобы он не считался евреем. Понятно. А национальная политика будет, все равно будет замуж или жениться на евреях. Все равно, вот часть евреев есть в общество, ты не можешь его выкинуть. Поэтому пусть он лучше будет, не соблюдая, чем евреем, чем он будет и евреем. То есть тогда ты вообще нарушаешь все устройства эгоизма, все новые линии в обществе. Понятно. Они, например, литерактивно взяли и отменяли некоторые дьюры, проведенные равным делом. То есть просто полное непонимание, как функционирует национальный организм. Сидят в своих, так сказать, представлениях. Они оторваны от реальной жизни. Потому что они, верь, проводят в Ешеве и читают Талмуд. И это их мир. А вовсе нет. То есть они тоже облегчены, но гораздо меньше. Так вот, на выборах было следующее, а уж облегчение дьюра жизненно важно вызывает. Просто жизненно важно. Потому что если у нас будет первое число плохо соблюдающих евреев, то это гораздо лучше, чем у нас огромное число неевреев, которые добиваются по этому отделения религия от государства, потому что их ущемляют. Понимаете, да? Они хотят быть евреем, а их евреями не считают. Они говорят, давайте пересмотрим по линии евреев, и пусть евреи по отцу считаются евреями. Потому что иначе это нас унижает и нас дискриминирует. Понимаете, вы не можете им сослаться, а вторей написано. Ну и что мне с вашей тормой? Одна стациональная определенная еврея, а не религиозная. Религия – это ваше личное дело. Давайте отделим религию от государства. Вот только сейчас какой-то там семейный сиандистский конгресс принял рекомендацию государству израиля и, наконец, отделить религию от государства ко всех цивилизованных странах. И что мы будем против этого выставлять, когда одно это дело, когда уже все больно не евреи или никому не навязываются, а другое, когда некоторые не евреи, которые водим в граждане и в еврейском муке, то есть арабы не евреи – это никакой не проблема. То, что там 200 тысяч олимб не евреи – это чудовищная напряженность общества. Лучше, чтобы они прошли какую угодно легкую дню и стали бы евреями, не было бы этой проблемы. Но вот такое восприятие для них невозможно совершенно. Хотя по голосе оно совершенно нормально проходит. Голоха вообще все это позволяет. Например, просто. Теперь, ребята были такими. Представитель Харидзим получил 45% голосов, представитель модернистского крыла и религиозных социалистов 35% голосов, а представитель Хайдали 20% голосов. Только это делается в один тоже, прекрихаедим, закрепост главного района. И никакие модернизации, выобинать, не происходят. Вот вам конкретное, просто следствие, абсолютного непонимания того, что происходит в реальности. Окей. Так, я думаю, что на этом надо закончить.